Пособие по Цавьянову является врачебной малипуляцией и направлено на сохранение нормального члена расположения плода при его рождении в чисто ягодичном предлежании. Начало оказания пособия проводится при врезывании ягодиц у повторно родящих женщин и прорезывании ягодиц у перворожавших женщин. Руки врача ведущего рода располагаются плотно, фиксируясь у ткани промежности. Большие пальцы рук врача располагаются на задней поверхности бедер разогнутых ножек плода. Остальные четыре пальца рук располагаются на спинке плода, причем пальцы направлены перпендикулярно позвоночнику плода. Тем самым создается как бы имитация продолжения родового канала, что препятствует нарушению нормального члена расположения плода. Не совершая влекущих движений, фиксируя ножки плода к его передней брюшной стенке, способствуем осуществлению остальных моментов биомеханизма рождения плода в тазовом предлежании. Поэтапно осуществляется рождение плода без выпадения ручек и разгибания последующей головки. Если пособие эффективно, как правило, дополнительных затруднений в рождении плечевого пояса и последующей головки не возникает. При нарушении члена расположения плода или неэффективном оказании пособия подсовьянова возникает необходимость выведения плечевого пояса плода с помощью ручного классического пособия. Ручное классическое пособие проводится с помощью обеих рук. В зависимости от позиции плода, в нашем случае это первая позиция, левой рукой, фиксируя стопки плода средним указательным и безымянными пальцами, отводим ножки плода к противоположному от позиции бедру матери, увеличивая доступ через влагалище к запрокинувшимся ручкам. Причем необходимо помнить, что первой выводится ручка, занимающая заднее положение. Скользящим движением правая полурука вводится через влагалище пальпаторно до уровня локтевого сгиба ручки плода, избегая совершать давящее движение на плечевую кость, дабы не вызвать ее травму. Мягким надавливающим умывательным движением на область локтевого сустава ручка низводится через влагалище. Следующим этапом является во избежание нарушения нормального биомеханизма орудов Перевод переднего плечика в положение заднего плечика. Для этого плод укладывается на параллельно расположенные ладони врача. При этом необходимо избегать сдавления пуповины. Переднее плечико переводится в положение заднего и последовательность движений с фиксацией стопок, введение левой полуруки по спинке плода до локтевого сустава другой ручки, совершением умывательного движения и низведения ручки. После этого головка плода может при небольших размерах вродиться сама. Но, как правило, из-за того, что головка переходит в разгибательное состояние, малый косой размер не является основным проводным размером в данном положении. Поэтому может возникнуть необходимость оказания пособия выведения головки по методу Морисо-Левре-Ла-Шепель. Для этого плод усаживается верхом на левую руку врача. Средний палец руки, на которой располагается плод, упирается в подбородок или допускается введение его в рот плода. Указательным и безымянным пальцем второй руки фиксируем плечики плода, упираясь при этом средним пальцем на область затылка плода. При этом совершаем влекущие, отталкивающие движения, которые приводят к фиксации подбородка плода к его передней грудной стенке, тем самым вручную осуществляется внутреннее сгибание последующей головки. Необходимо помнить, что стреловидный шов головки плода при этом должен располагаться в одном из косых размеров в зависимости от позиции, потому что фиксация стреловидного шва в прямом размере плоскости входа в малый таз затруднит данную манипуляцию. После завершения внутреннего поворота головки формирования точки фиксации под затылочной ямкой плода к нижнему краю лонного сочленения матери происходит последовательное рождение личика плода от подбородка до лба.